Материнство и детство В день открытых дверей центр материнства и детства вместе с молодыми семьями посетила администрация района. Цель открытых дверей – походить, посмотреть, потрогать, поговорить, задать вопросы, посмотреть, как что. Поэтому я предлагаю не тратить время, а пойдем посмотрим. А походу же какие движения, какие вопросы будут, Олег Валентинович все пояснит, расскажет. С начала функционирования центра материнства и детства родилось уже более 200 детей. Более 200. Уже с первых дней нового календарного 2018 года родилось 85 детей новорожденных. За это время у нас уже одна двойня. Поэтому я хочу сказать, что количество родов в среднем 5-6 в сутки. Но это учреждение и специалисты, которые работают, они могут выполнить задачи больше. Гостям показали кабинеты, палаты учреждений здравоохранения. В структуру центра материнства и детства входят родильные операционные блоки, отделение реанимации новорожденных, патологии беременных, второго этапа выхаживания новорожденных, детская и взрослая реанимация, приемная, гинекологическая и послеродовое отделение. В центре работают сразу 10 родзалов, по одному на каждую роженицу. Здесь нет никаких предродовых или послеродовых палат. Удобные одноместные или двухместные боксы с отдельным душем и санузлом. Вся система работы роддома построена на том, чтобы мамочкам не приходилось совершать никаких лишних перемещений. При необходимости мы можем проводить даже операции на новорожденных, которые трудно транспортировать до них, которые не подлежат транспортированию. После экскурсии по родильному дому Олег Вашелевский, заведующий родильным домом, ответил на все вопросы будущих мамочек. После родов всем женщинам будет объяснено, показано, рассказано и научно, как правильно стажировано. Плюс ко всему у нас планируется в феврале открытие школы матерей, на котором мы уже без мужей будем решать все эти вопросы. Я буду предметно объяснять, и доктора будут предметно объяснять, что, как, почему. Главная задача дня открытых дверей – снять все возможные вопросы, которые возникают у будущих мам и у тех, кто только планирует забеременеть. Похоже, цель была достигнута. Очень понравилась открытая ответа главврача, что он ответил на все вопросы без утайки, без задержки какой-то, сразу дал ответы. Главное, что кругом чисто, весь персонал приветливый. Вроде комфортно все и уютно. Современно все очень непонятно. То, что вот совместное пребывание с ребенком, мне это тоже очень важно. Подобные мероприятия в формате дня открытых дверей будут проходить два раза в неделю, по средам и субботам. Глава района Михаил Токарев вместе со своим заместителем Ольгой Дударевой в сопровождении сотрудников районной больницы и журналистов прошли по всем этажам поликлиники, осмотрели холлы и кабинеты и оценили их состояние. Посетители районной больницы также высказывали свои небольшие замечания. К примеру, вывеска на двери санузла с иностранными буквами, непонятные пожилым посетителям, и отсутствие крючков для сумок внутри. Однако в целом пациенты остались довольны переменами. Очень нравится. Красиво, приятно, чисто. Очень хорошо. Врачи принимают хорошо. Все отлично. Давно пора. Здание строилось, сколько ему? 35 лет, да? Или 30? Ну, надо было, конечно, очень хорошо, замечательно. И, конечно, по нас лечили получше. Все нравится, молодцы. Мы сегодня в очередной раз посетили поликлинику районной больницы. Мы проводили контроль за ходом ремонта работ и за сдачей этажей данной поликлиники с главой района Михаил Юрьевичем Токаревым. Конечно, замечаний стало меньше. Строители те недостатки, которые мы увидели в прошлый раз, ликвидируют. Мы будем работать с руководством, со строителями и добьемся того, чтобы те работы, которые должны быть выполнены, будут выполнены. Главным итогом контроля стало решение главы назначить ответственного за взаимодействие районной больницы и подрядной организации. После сдачи объекта в отремонтированное помещение поликлиники планируется заказать новую мебель. За ходом ремонта в поликлинике районной больницы наблюдали пристально. Ремонт в ней планировали закончить к началу января, но работы затянулись. Причина этого – непрекращавшийся прием пациентов. Поэтому рабочим приходилось учитывать это обстоятельство. Сегодня мы приняли третий и четвертый этаж, где уже закончен ремонт, отмыто помещение, установлена навигация, установлена новая мебель. Имеются уже полностью условия для работы врачей и для нашего населения. Первый и второй этажи поликлиники уже полностью готовы. На третьем этаже осталось развесить таблички, закупить новую мебель. На первый этаж купят новые стойки для гардероба. Их не было в смете. Сделают красивые вывески в холле. В подвальном помещении работы также начаты. Но там хранилось старое оборудование, старая мебель. Для их списания нужны были разрешения от Минздрава. Благоустроительные работы, асфальтовые покрытия, озеленение. Но все это в планах. То есть помещения районной больницы, которых очень много, будут ремонтироваться и в 2019 году, и в 2020 году. На что администрация районной больницы прикладывает много усилий для того, чтобы были средства. Для того, чтобы все здания, которые уже пришли в такое упадническое состояние, были приведены в порядок. Малышка Елизавета стала тысячной новорожденной. С момента начала работы областного центра материнства и детства. Дочка чувствует себя хорошо, рассказывает мама Наталья Казначеева. У Натальи это уже не первые роды. В семье подрастает трехлетняя дочь. Работали очень быстро, очень хорошо. С появлением подобных высокотехнологичных учреждений, родовспоможение Московской области поднялось на европейский уровень. Здесь созданы все условия для того, чтобы роды прошли идеально. Полностью набранный штат высококвалифицированных сотрудников, комфортные палаты, самое современное медицинское оборудование. Потенциал этого подразделения крайне высокий. И для того, чтобы использовать его в еще большем объеме, мы должны проводить своевременную, агитационную, привлекательную работу среди наших женщин как района, так и содружественных территорий. В завершении ремонта в поликлинике номер один на рабочем поселке с нетерпением ждали тысячи пациентов, территориально прикрепленных к этому медучреждению. Теперь здесь тепло, уютно и комфортно. Такие условия и для пациентов, и для медперсонала созданы после капитального ремонта здания. В ходе работ, которые продолжались в течение года, в поликлинике полностью заменили инженерные сети, сделан косметический ремонт кабинетов, приведен в порядок фасад здания. Оснащение поликлиники еще продолжается. В ближайшие месяцы поликлинику поступит новая мебель. По большому счету, все, что мы сами, о чем мечтали, что планировали, все эти работы в сметы попали, работа эти выполнены. Это полностью вся инженерная инфраструктура, и общестроительная работа, и капитальный ремонт, и фасады сделали, и кабинеты отремонтировали. Районная поликлиника обещает помочь немножко поликлинике номер один в части мебели. Сейчас разыгрываются конкурсные процедуры, и мебель новая сюда тоже придет. Очень приятно, что и строителям тоже огромное спасибо, что все, что они обещали, все сделали. И самое важное, мы не один раз говорили, что с такими вопросами, проблемами мы сталкивались, что объективно не все необходимые работы попадали в сметы. Это как раз тот случай, когда все, что хотели, все, что планировали, все попало, все работы выполнены. Капитальный ремонт в поликлинике был закончен еще в мае этого года. Средства, а это 20 миллионов рублей, получены по областной губернаторской программе здравоохранения Подмосковья. Михаил Юрьевич отметил, что впервые за много лет Сергеопосадский район осваивает подобный объем финансирования, выделенный на ремонт учреждений здравоохранения. Большая вообще работа в целом по Подмосковью идет в плане здравоохранения, в ремонте, в строительство новых ФАПов, в капитальном ремонте. Хочу сказать, что наш тоже район, как мы видим, не отстает. Стараемся быть в тренде. Мы за этот год более 120 миллионов рублей также тратим на капитальные ремонты. Это и наше отделение в районной больнице, это и Богородская поликлиника. Это сейчас идет в самом разгаре строительства ФАПов у нас в районе. Отделение сестринского ухода для людей старшего возраста, оставшихся один на один с хроническими или неизлечимыми болезнями, порой единственное спасение. Именно поэтому в последнее время в системе здравоохранения так много внимания уделяется палеотивной помощи, соединяющей в себе медицинскую, психологическую и социальную помощь пациентам. И в первую очередь тем, у кого шансов на выздоровление нет, но есть возможность дожить свой век достойно и без боли. На сегодняшний день в нашем районе, в структуре нашего лечебного учреждения уже существует кабинет медицинской, палеотивно-медицинской помощи, выездная бригада палеотивно-медицинской помощи, отделение палеотивно-медицинской помощи в круглосуточном стационаре. И вот сейчас, буквально две недели назад, у нас открылось отделение сестринского ухода. В Краснозаводске отделение сестринского ухода рассчитано на 30 мест. Сейчас занято только три. Это пациенты, которых перевели из терапевтического отделения круглосуточного стационара, расположено в том же здании, но на втором этаже. Между палеотивным отделением и отделением сестринского ухода есть разница. Отделение сестринского ухода – это отделение, в которое должны располагаться пациенты, не требующие круглосуточного врачебного наблюдения. То есть, это ситуации, когда пациенту не требуется каких-то врачебных манипуляций, какого-то постоянного контроля за его состоянием. Тем не менее, я должен сказать, что в структуре отделения сестринского ухода есть должности врача-терапевта, и каждый пациент, который госпитализируется в отделении сестринского ухода, должен быть осмотрен врачом-терапевтом. Более того, выполняется определенный перечень диагностических исследований этим пациентам. Но основным направлением все-таки в отделении является, собственно, уход. И, собственно, медицинские манипуляции минимизированы, и объем лекарственной терапии ограничен только базовой терапией хронических заболеваний. В Краснозаводске в терапевтическом отделении стационара планируется уменьшить количество коек из-за невостребованности, и освободившийся персонал будет задействован в отделении сестринского ухода. Каждый участковый терапевт, в общем-то, знает состояние дел на своем участке, и знает всех пациентов, которые там проживают. При выявлении подобного пациента или при обращении родственников, у которых есть подобная проблема, к участковому терапевту, участковый терапевт поступает очень просто. Он готовит на него выписку из амбулаторной карты, представляет этого пациента на заседании врачебной комиссии, при этом участие самого пациента не обязательно в заседании этой врачебной комиссии, которая подтверждает, да, необходимость и целесообразность направление данного пациента в отделении сестринского ухода. Новое лечебное учреждение уже работает по-новому. По крайней мере, все люди, которые здесь начинают работать, уже это чувствуют. У нас очень много задач впереди, задач кадровых, профессиональных и многих других. Центру материнства и детства один год. День рождения – отличный повод поздравить тех, кто помогает появиться на свет новым жителям Сергея Посада и окрестностей. 28 ноября 2017 года Центр открыл свои двери для будущих мамочек. С тех пор здесь родились почти 2000 детей. Современное оборудование, новейшие методики и высококвалифицированные специалисты. На сегодняшний день Центр материнства и детства занимает достойное место в областной системе здравоохранения. Поздравили коллег-руководителей областного Центра материнства и детства. Не обошлось, конечно, и без профессиональных метафор. Но главное в работе любого врача – отношение к пациенту. Нам хотелось бы, чтобы люди, которые здесь работают, понимали, что основная наша задача – это помощь, любая помощь. И медицинская помощь, и помощь в каких-то ситуациях, когда женщина чего-то боится, что-то ее смущает. Чтобы мы могли не только объяснить это медицинскими языками, но истись по-человечески. Сейчас роддом находится в позднем, послеродовом периоде. Все меня понимают, так как здесь вещества обушают. У нас очень долгий путь. И останавливаться на достигнутом, посевать наладочке в данный момент не стоит, потому что планов, как сказал, за осадочностью очень много. Это и второй этап выхаживания, и это мускулярные рентгены операционные, которые мы можем и должны сделать. Тех, кто за год стал настоящей командой профессионалов, поздравили с праздником и вручили почетные грамоты. Новое здание, новая история. Однако не забывают и ветеранов, отдавших не один год профессии. На праздничном собрании им подарили цветы. По признанию Зинаиды Александровны Варфоломеевой, она начала работать акушером-гинекологом в старом родильном доме в далеком 65-м. Сегодняшние условия труда впечатляют. Сейчас вот видите, какие удобства. Мама с ребенком в палате, все удобства. Тогда этого и не было. Но единственное, что у нас было у всех хорошее настроение. Трудно, конечно, приходилось все это переживать. Но когда рождался ребенок, прикладывали его к маме, если первое прикормление груди, и он потом улыбался, это было превыше всего. И если бы сейчас вернуть молодые годы, я бы с удовольствием согласилась работать по этой профессии, потому что это самая хорошая профессия. Первый год, год перестройки, год нововведений для Сергея Посадского центра прошел отлично. Впереди новые задачи и совершения. Редактор субтитров А.Семкин